Мы остановимся на том, что человек приобретал знания, об окружающем нас в мире, в злойной воде засуществовать. Каким образом человек отходил от животного мира? Во-первых, он развивал свое мастерство и интеллект, который был направлен на изготовление все более и более совершенных каменных орудий, ловушек для охоты. Значит, вот на этом человек оттачивал свои умения и знания. Величайшим завоеванием человека было получение и использование огня. Но, как говорится, в этой борьбе за существование тысячи и тысячи лет, значит, разливаясь эволюционно, человек пришел к постановке вопроса о том, как устроен окружающий мир. Ну, понятно, что рассматривал его устройство окружающего мира на основе того жизненного опыта, который он приобретал. Поэтому первые объяснения явлений в окружающем мире были антропомостные. То есть, значит, человек уподавливал все явления неживой природы и живой природы самому себе. Наряду с такими совершенно фантастическими представлениями об окружающем нас мире, человек постепенно обогащался реальными знаниями о небесных светилах, растениях и живых. Значит, он изучал движения, его законы, значит, его интересовали в метеорологические явления. Значит, именно вот на таких исследованиях образовывался первоначальный фонд той науки, которую мы знаем в настоящее время. По мере развития общества и общественного труда, значит, появлялись условия для развития устойчивой цивилизации. Решающую роль здесь сыграло возникновение земледеления. А именно в тех районах, где сложились условия для получения изгоза в год хороших урожаев, появлялись поселения, города, а затем из этих поселений и городов возникали первые государства. Вот такие условия сбора высоких урожаев существовали, как мы знаем, в древнем Египте. Значит, существовали где еще? В Междуречье, то есть в поймах, в долинах, в долинах, в реках Игра и Игра. Значит, да, и в некоторых других местах, в четвертом тысячелетии до нашей истории возникли первые рабовладельческие государства. Итак, чем же, как говорится, вот это возникновение рабовладельческих государств? Примечательно. Четыре государства возникли на основе системы орожаевого земледелия. Как мы знаем и окрестностей Литвики Ним, так и Междуречье, это пустыня. Вот. Соответственно, там недостаток влаги. Понятно, что проживающих там людей очень интересовал момент времени, когда наступал разлив рек. Ну вот, орожаемое земледелие, обработка металлов, которая возникла в четвертом тысячелетии до нашего эра, до нашей эры. Значит, было толчком для развития техники, изготовления орудий труда. И, соответственно, вот, были созданы все предпосылки к появлению экономики развитой. Ну, понятно, развитая экономика этих рабовладельческих государств была связана, как вы знаете, с военным миром, это завоевательские походы. Нужно было оружие. Значит, во всех этих первых государствах, как обладельческих, взялось строительство монументальных зданий. Значит, соответственно, вот, появились потребности в знаниях каких? Значит, это строительство монументальных зданий, значит, это процесс измерения промежутка времени, значит, развив рек. Значит, а процессы наблюдения за звездами и планетами были тесно связаны с развитием математики. И также, как говорится, хозяйственные нужны рабовладельческих государств привели к появлению письменности. Вот именно письменность — это то, что позволено передавать накопленные знания человекам из поколения в поколение. Как мы знаем, первые памятники письменности — это иерогритическое письмо в древнем Египте, это клинопись в древней Вавилунии. Точно так же к главным достижениям древнего мира, значит, что было в Египте и в Вавилунии, число развития математики. Именно в древнем мире возникло первое абстрактное понятие числа, то есть числа, отвлеченного от каких-то конкретных объектов. Итак, что же запечатлели древние египетские рукописи папирусы и что запечатлели вавиловские ленинные таблички? Ну вот примеры таких памятников. Письменности являются папирус Винта, который хранится в Африканском музее, а также московский папирус, который относится ко второму тысячелетию нашей эры. Что в них содержится? Значит, вот эти древние египетские памятники письменности содержат задачи на вычисление площадей и объемов. В московском папирусе дан рецепт вычисления объема усеченной пирамиды. Папирус Винта содержит рецепты вычисления площади круга. Значит, в своих расчетах египтяне пользовались значением числа и равных 3,16 суток. Значит, это значение было очень, как мы видим, близко к современному. Высокого уровня достигла и вавилонская математика и астрономия. Вавилонянам была известна теорема Пифагора. Вавилоняне умели вычислять квадраты и кубы чисел и извлекать квадратные и кубические корни. Они решали системы уравнений и квадратные уравнения. То есть, как мы видим, образованные люди в Месопотамии были на уровне наших выпускников средней школы в области математики. Но надо отметить, что математика вавилонян и египтян носила сугубо притворной характер. Она обслуживала хозяйственные и строительные нужды. Первой естественно-научной лабораторией для людей с давних времен – зоно ночное небо. Человек с древней времен изучал чередование дня и ночи, наблюдал звезды и планеты на ночном небе. Жизненная необходимость для экономики древнего Египта было определение момента разлива мила. И для этого потребовались тщательные астрономические наблюдения. Египтяне разработали календарь, состоящий из 12 месяцев по 30 дней и еще 5 дополнительных дней. Ну вот этим вот календарем, кстати, вот, и пользуется, значит, русская православная церковь до сих пор. Вовеконяне, в дополнение к знаниям египтян, разделили эклиптику на 12 созвездий зодиака. Астрономия, необходимая земледельцам, в свою очередь понадобилась математика. А строительная практика стимулировала развитие металли. Грандиозные строительные сооружения древности, по крайней мере, требовали наличия эмпирических знаний, строительной механики и статей. Строительные работы выполнялись, по всей видимости, с использованием таких простых механизмов, как рычаг, каток и наклонная плоскость. Таким образом, практические потребности людей вызвали к жизни появление научных знаний. Несмотря на эти довольно серьезные достижения, наука древней цивилизации Востока не стала прародительницей современной науки. Эта честь принадлежит древней Греции и возникшей на территории, где были древние античных государств. Именно появление древних греческих философов привело к возникновению теоретической науки. Ну, действительно, вопрос о том, как устроен окружающий нас мир, мало волновал египетских и вавилонских жильцов. Они не видели нужным что-либо доказывать своим подопечам. Они просто передавали знания в форме, в таком-то случае поступали таким-то образом. И лишь с выходом на леву античных обществ появилась та наука, которую мы знаем в настоящее время, которая ставила те вопросы, на которые ищут ответы ученые и в настоящий момент времени, и та наука, которая опиралась на причинно-следственную связь и доказательства. Значит, известны слова человека, который додумался до дальнейших. Это древнегреческий философ гематрии. Вот что он говорит. На все научные доказательства для меня важнее, чем обладать всем персидским царством. То есть, как мы видим, древнегреческая наука опиралась на доказательства. А античностью в истории древнего мира и в истории науки принято считать период 7-6 веков до нашей эры. Значит, это время возникновения греческой цивилизации до второй половины пятого века нашей эры. Значит, это тот момент времени, когда под ударами варваров Паналибская империя. Здесь, как говорится в этот промежуток времени, значит, мы имеем в виду научные школы эллинистического мира, значит, а также древнего рима, периода республики и империи. Правда, нужно отметить некое различие между древнегреческой и римской наукой. Они связаны в основном с национальным менталитетом греков и римлянцем, соответственно. Значит, греки — это творцы науки. Поэтому многие научные идеи, которые возникли тогда, много тысячелетий назад, и сейчас остаются в центре внимания ученых. И сформулировали эти вопросы древние книги. Значит, к примеру о том, как устроен наш окружающий мир. Из чего состоит материя? В то же время главным качеством римской науки был прагматизм. Именно в древнем риме знание гидростатики было, к примеру, реализовано в тех ведуках, которые работают и по настоящее время. Значит, вот эти вот практические предложения вот этой реалистической науки в древнем риме привели к тому, что достижения вот этой древнегреческой науки, значит, дошли до наших дней. Именно вот эти вот преподаватель изыскания римлян. Итак, подведем итог. Достижения древнегреческой науки в основном нам известны в римской интерпретации. Достижения античной науки настолько велики, что практически в любой области современной науки мы ведем отсчет от античных римов. Феномен античности как цитической формы цивилизации, значит, он основан на анализе исторических и социальных причин, которые позволили в это время развиваться науки. Давайте посмотрим, из кого же состоял основной контингент населения эллинистических городов. Это были свободные люди, купцы и ремесленники. Они были наиболее активной частью населения эллинистических городов. При этом на одного свободного человека, то есть вот купца, ремесленника, вот, приходилось в среднем довольно большое количество работ. Это позволяло производить много прибавочного продукта. И за счет этого прибавочного продукта можно было обеспечить жизнедеятельность, то есть прослойки людей, которую впоследствии назовут интеллигенцией. Значит, это писатели, ученые, артисты, художники, учителя. Итак, артическое общество было способно содержать такую структуру населения. Второй особенностью эллинистической культуры, обусорившей восстановление науки современного типа, делилось наличие рабофлогической демократии. История свидетельствует, что культура и наука развиваются наилучшим образом в условиях, когда в обществе реализованы демократические права и свободы. То есть, иными словами, когда ничего не склоняет развитие научной мысли. Ну, что можно сказать об эллинистическом обществе? Оно было свободно-мыслено, вот это общество, и вера Дерфима. Поэтому, в античные времена, никакая религия не накладывала отношений на научные исследования. И был полный простор для научной мысли. Надо отметить, что наукой в древнем мире занимались не только потому, что это было нужно для общества, но и потому, что это было интересно. До нас дошли некоторые труды, античность, учебы. В основном они дошли до нас в арабском переводе. Дело в том, что при распаде Римской империи самая крупнейшая библиотека древнего мира, Александрийская библиотека, оказалась, как мы знаем, в Египте. Соответственно, туда пришли арабы, принесли с собой ислам, а ислам очень бережно относился к процессу приобретения знаний. Поэтому труды древнегреческих и римских ученых подбежали тщательной сборке, отрани и переводе на арабский язык. Итак, что же сохранили для нас арабы? Они сохранили сочинения Аристотеля «Физика о небе», о возникновении и уничтожении метеорологика. Значит, это конспекты лекций, которые прочитал Аристотель в лике. Целиком сохранился труп Платона, который носил название Тимы. Тимы — это энциклопедия того времени в области астрономии и, естественно, научных знаний. Закранился также труд Мукреция Тара о природе вещей. Эта книга была написана в первом веке до нашей эры. Это тоже сборник знаний времен расцвета Римской империи. Нашли до нас уже в виде фрагментов отрывки трудов Демокрита и Эпигура Архимеда, Евкрида, Герона Александрийского. Как правило, это отрывки научных трудов и также такие отрывки встречаются в трудах других философов, где обсуждаются вот эти научные произведения основопоможников древней науки. Как говорится, именно в античный период возникла та наука, которую мы имеем в настоящее время. Поэтому здесь очень важно понимание специфических особенностей античной науки. это совершенно необходимо для всего процесса развития науки. Давайте перечислим основные особенности античной науки. Первая особенность. В первую очередь, историкам науки бросается в глаза то, что в античном естествознании полностью отсутствует эксперимент. В наше же время мы видим, что все естественно-научные исследования имеют опору на эксперимент. То есть именно в эксперименте ищутся листоки знаний и подтверждение правильности научных трудов. Итак, почему же в древнем мире ученые пренебрегали экспериментом? Здесь есть две причины. Первая из них – идеологическая. В рабо-помереческом обществе свободные граждане не занимались физическим трудом. Физический труд в эллинистических государствах был уделом рабов. Ну, понятно, что рабы не входили в число любителей мудрости. Таким образом, экспериментальные и идеологические исследования в античности были несовместимы по идеологическим причинам. К тому же, к этим идеологическим причинам были также и экономические соображения. Экономический базис рабовладельческого общества в том, достаточно слабый. Отсутствие материальной базы, слабый уровень развития техники делали невозможным экспериментом. И в распоряжении античных ученых оставались только наблюдения за теми или иными явлениями природы. С другой стороны, это все не касалось ряда областей жизни античных государств. Это военное дело и строительство. В этих областях научные исследования, которые мы бы назвали экспериментом, ввелись особенно интенсивно. Именно в этих областях античной науки имелись ряд выдающихся инженеров и ученых. В том числе, величайший ученый древнего мира Архимед Истеракуз. Вторая особенность античной науки – это ограниченность применения математики. То есть научные исследования античности не опирались на результаты математики. Общественный строй жизни, темпы развития экономики в эллинистическом мире приводили к недооценке количественных показателей. Поэтому убор античная наука делала на качественные рассуждения и показатели. Математика в древнем мире в какой-то момент отошла от естественных наук. И этой математикой в том числе пользовались различные магии. То есть, ну, те представители древнего общества, которые продиковали занятия магией. Именно вот из этого древнего мира к нам пришло понятие чертовой дюжины, числа зверя и счастливой семерки. Вот. То есть применение математики в древнем мире пошло совсем не нужным для общества стога. Теперь давайте выясним, почему он утверждает, что современная наука произошла антично. Да потому что еще тогда был поставлен ряд вопросов, на которые ищут ответы учебные. Как мы говорили, это вопрос устройства мира, строения вещества, вопрос возникновения жизни на Земле. Именно ответы на эти вопросы ученые эллинистического мира пытались вот эти вот ученые древнего мира найти ответы не из чего-то божественного, а из того зимого, что имеется, как говорится, в нашем с вами распоряжении. Вот давайте посмотрим, как древнегреческие философы пытались ответить на вопрос, из чего состоит вещество. Фанис Кривецкий, значит, это один из первых философов древней Греции, утверждал, что вещество состоит из воды. Ну, действительно, нужно помнить, что без воды на Земле жизни нет. Она жизненно необходима. А на всеми основопомощных атомизма считал, что все создано из воздуха. Гераклит находил первооснову всего в огне, а вот этот видок уже совместил все это. И первоосновами всего в мире, с его точки зрения, были вода, земля, воду и огонь. То есть, как мы видим, возлиния древнегреческих философов были стихийно материалистичны. То есть, нигде там не фигурирует никакая высшая сила. То есть, первопричину всех вещей древнегреческие философы искали в божественном амземе. И надо понять, что именно во времена древней Греции человек осознал могущество своего разума. Значит, вот и реализм древнегреческих философов полностью проявляется в их высказываниях. Ну вот, к примеру, измечение древнегреческого философа, атомиста Гемокрита. Читов жил с 460-го по 370-й год до нашей цены. Вот его цитата, вернее, из его трубов. Ничто не может возникнуть из ничего. То есть, как мы видим, причины всего, что есть вокруг нас, нужно искать в земном, а не в божественном. Так же, атомисты привели представление о пространстве. Значит, что они говорят о пространстве? Без пустоты вещам некуда было бы двигаться, у них не было бы такой возможности. Ну, понятно, что атомисты древности, значит, это древнегреческие философы, Левкип, 5-й век до нашей эры, Гемокрит, Эпикур, который жил с 341-го по 270-й год до нашей эры. То есть, что они стояли на позициях атомизма. Ну, понятно, что атомизм античности не надо путать с атомизмом современности. Читово, именно в античное время были высказаны гипотезы о существовании атома. Значит, ну атомы — это, с точки зрения Эпикура, некие семена, из которых вырастает все имеющееся на Земле. Значит, все выводы древнегреческих катонистов, как мы видим, были умазрительными. Понятно, они не подкреплялись никакими экспериментами, это было не в традициях древнегреческой школы. Ну и понятно, что атомы не обладали легко обнаруживаемыми свойствами. Поэтому понадобились тысячелетия для того, чтобы найти проявление свойств вот этих атомов и получить убедиться, что они существуют. То есть вот на этом мы с вами встали точку и идем отдыхать. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...